Меня зовут Максим. Я женат, у меня двое детей. Женат мне около 10 лет. В данный момент я работаю в компании Ampam. На позиции delivery manager мы разобрабатываем и занимаемся поддержкой и ком-решением. У меня Skoda Roomster. Ей 4 года, около 90-100 тысяч пробега. У нее достаточно вместительный багажник. Это одна из причин, почему мы брали. То есть ее можно использовать как и грузовую. Но здесь больше был интерес того, что если что-то габаритное, но не тяжелое, то можно погрузить. Плюс это достаточно семейный, он вместительный, задние сидения широкий, большой объем. И два ребенка, например, спокойно сидят без каких-либо проблем. Даже можно, чтобы третий человек был. На самом деле, с точки зрения надежности, это в принципе подтвердилось. Базовая надежность у меня очень высокая. И это хорошо, потому что у меня были и предаваренные ситуации, где меня уводило в занос. И у меня была ситуация, когда буквально недавно в большую яму попал. В принципе, при этом ходовая все осталось целое. И все, что мне пришлось поменять, это резина. В основном я люблю ездить спокойно, но что бы мне хотелось, например, от конкретной модели машины, это чуть больше резвости на старте. Для того, чтобы можно было, например, в какой-то момент достаточно быстро тронуться, разогнаться. Машина очень управляемая. Это в какой-то степени мне напоминает езду... Ну, я не знаю, правильно ли это сравнение с велосипедом, да, где достаточно быстрая реакция на движение, на мои движения, собственно. Есть машины, где это замедленный. Или не настолько стабильный, не настолько отклик быстрый. Да, у меня сотрудники есть, владельцы Шкоды, есть у меня Кум владеет такой же машиной. У меня был тест-драйв знакомого, я купил точно такую же машину, как у него, поэтому я имел опыт вождения на его автомобиле. Не в салоне, я просто ездил вместе с ним, и это мне было достаточно, чтобы понять, что, в принципе, меня этот автомобиль устраивает. Тест-драйв нужен для того, чтобы вы могли оценить машину, как она себя будет вести в том состоянии, в тех условиях, в которых вы будете ее использовать повседневно. В целом, сама Шкода мне нравится. Мне нравится то, что я не получаю каких-то больших проблем, то есть я машину сел, завел и поехал. И это продолжается на протяжении четырех лет. Были мелкие какие-то огрики после ТО или в момент эксплуатации, но, в принципе, они решались. И основной плюс, что я вижу, что она, с одной стороны, эргономична, с другой стороны, она простая, в ней нет каких-то там супер ненужной функциональности, я бы так сказал, и второй момент, это то, что машину я могу использовать практически в любых условиях. У меня не было еще такой погоды, на которой бы я не ездил. То есть за все четыре года я практически каждый день на этом автомобиле, в любую погоду я еду, и у меня не было каких-то там проблем, что она завелась, где-то остановилась, а потом меня кто-то откуда-то вытягивает, или такого ничего не было. Следующую машину я хочу, чтобы это был внедорожник. Обязательно это имело функциональность полного привода, и коробка автомат, я считаю, что это... Ну, сейчас я бы отнес ее уже к стандарту. Субтитры сделал DimaTorzok